всем привет меня зовут вероника и сегодня для вас подготовила вот такие красивые носочки и вяжутся на двух спицах в данных носочках я вывязывала мысочек пяточку они абсолютно бесшовные смотрятся на ножки шикарно с таким вот интересным рисунком носочки вязала из пряжи alizella на gold classic метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров вязала спицами 3 миллиметра давайте разберемся с принципом вязания данных носочков набираем на спице половина моей резиночки у меня это будет 22 петли после того как мы с вами вывяжем нашу резиночку мы с вами начинаем вязать подъем нашего носочка и вот этого часть подъема каждый может регулировать как ему нравится если вам хочется носочки повыше тогда вот именно вот эту часть вы вяжете повыше нежели вижу я если вас устраивает моя длина носочках вы вяжете такими же размерами как и вижу я по подъему я уже начинаю вязать мой узор раппорт узора высота состоит из 12 рядов ширину получается из 16 петель по 3 петли я оставляю с каждой стороны получается одна петля у нас идет кромочная 2 петли я вяжу платочными дорожками и также со второй стороны 2 петли я вижу платочными дорожками последняя петля кромочная после того как мы с вами вывязали наш подъем резиночку мы начинаем вязать мысочек мысочек мы вяжем такой длины чтобы он у нас закрывал полностью наш мизинец рисунок продолжаем вывязывать такой же как мы вязали по подъему петель у нас остается также как мы вязали ранее после того как мы вывяжем вот это полотно мы начинаем убавлять петли на наши пальчики далее свяжем подошву им вот именно в этот месяц когда мы с вами свяжем подошву до пяточки мы примеряем наш носочек на ножку и смотрим попали ли мы в размер если допустим в этом месте вам кажется что вы провязали много на пару рядов связать меньше подошву либо больше и на пару рядов просто у вас либо увеличится либо уменьшится на ваш носочек далее я вывязываю пяточку подъем и вторую часть резинки закрываю петли и носочек наш готов в данном видео я вяжу носочки на размер ножки 3536 но вы можете связать по видео на любой размер ножки если вам понравилась данная модель носочков берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу на две спицы 22 петли набираю на две спицы чтобы край мышь был более эластичен после того как все петли набраны вяжем первый ряд первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне первую кромочную петлю я снимаю и далее начинаю вязать 1 лицевая петля 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и так мы продолжаем вязать резиночку 11 до самого конца кромочная последняя петля будет на протяжении всего вязания провязываться изнаночной петлей в данных носочках очень важны кромочные петли и смотрите чтобы они правильно провязывались переворачиваю наше вязание на лицевую сторону первую петлю я снимаю и далее вяжу по рисунку 1 лицевая 2 изнаночная 1 лицевая 2 изнаночная и так далее все петли вяжем по рисунку как они расположены так мы и вяжем последняя петля как мы помним вяжется изнаночной мы с вами провязали 2 ряда резиночкой 11 всего мне надо провязать 17 рядов получается далее 15 рядов мы вяжем самостоятельно все петли вяжем по рисунку резинкой 11 третьемся когда провяжем самостоятельно 15 рядов я провязала мою резиночку 17 рядов если померить в сантиметрах это примерно пять с половиной сантиметров после того как мы с вами вывязали резиночку всю нашу смотрите по лицевой стороне у нас идет ровненькая косичка снизу если посмотреть на изнаночную сторону у нас вот такие по краю идут узелочки можете ориентироваться на этот край где лицевая где изнаночная сторона далее нам надо отметить маркерами где мы закончили вязать резиночку отмечаем маркерами вот вот эту вот петельку 1 у нас петелька на спица а сразу под ней мы вот эту петлю отмечаем маркерами либо ниточкой контрастного цвета с этой стороны также вот одна петля у нас на спице а ниже петлю отмечать маркерами нужно я вот взяла ниточку контрастного цвета и отметила вот вот эти петли с одной стороны и со второй стороны если посмотреть на готовом слитке мы с вами вывязали вот вот эту вот резиночку далее мы с вами должны вывязать подъем вот эту часть после этого мы с вами начнем вывязывать сам мысу мой узор состоит из 16 петель так как у меня на спице сейчас 22 петли получается крайние 3 петли с одной стороны и со второй стороны я буду вязать платочными дорожками то есть как в лицевом так и в изнаночном ряду я провязываю все петли лицевыми приступаем к вязанию первого ряда узора первая кромочная петля снимается не провязывая и далее вяжем 2 лицевые петли данные петли будут вязаться платочными дорожками мы отделяем маркерами эти петли от основного нашего узора и далее приступаем к вывязыванию нашего узора 2 изнаночные петли следующие 4 петли нам надо перекрестить с наклоном влево для этого первые две петли я снимаю на правую спицу не провязывая рабочая ниточка за работой следующие две петли я провязываю лицевыми далее мне надо поменять местами первые две петли которые мы не провязывали и следующие две петли которые мы провязывали лицевыми подхватываю левой спицей петли которые мы не провязывали снимаю все эти 4 петли с правой спицы и переношу две петли которые мы провязывали на правую спицу и далее эти две петли провязываю лицевыми мы с вами перекрестили 4 петли с наклоном влево если кому-то неудобно так делать можете воспользоваться вспомогательной спицей и снимать эти петли на вспомогательную спицу далее вяжем 8 лицевых петель получается лицевые петли вяжем так как у меня правая стеночка расположена за спицей за правую нижнюю стеночку изнаночные за правую верхнюю стеночку далее 2 изнаночные узор наш закончился вешаем второй маркер провязываем 2 лицевые и последняя петля кромочная провязывается изнаночный мы с вами вывязали первый ряд узора 2 и следующие изнаночные ряды именно вот в узоре между маркерами мы вяжем все петли по рисунку петли которые находятся с одного и со второго края от маркеров мы постоянно вяжем лицевыми за исключением кромочных получается первую петлю я снимаю не провязывая далее 2 лицевые маркер перебрасываю 2 лицевые 12 изнаночных и далее 2 лицевые второй маркер перебрасываем 2 лицевые и кромочная вяжется изнаночной петлей третий ряд первую петлю кромочную снимаю далее 2 лицевые первый наш маркер 2 изнаночные следующие две петли я за заднюю нижнюю стеночку провязываю одной лицевой петлей делаю накид и следующие 4 петли нам надо также как мы делали в первом ряду перекрестить наклоном влево для этого первые две петли я снимаю не провязывая на правую спицу рабочая ниточка остается за работой следующие две петли я провязываю лицевыми теперь меняем местами левой спицы подхватываю две петли которые мы снимали не провязывая и меняю местами с теми петлями которые мы уже провязали и провязываю их 2 лицевые петли следующие шесть петель нам надо провязать лицевыми петлями 2 изнаночные маркер 2 лицевые и кромочная 4 изнаночный ряд первую снимаем 2 лицевые маркер перебрасываем далее вяжем все петли по рисунку 2 лицевые 12 изнаночных петель накиды вяжем за верхнюю длинную стеночку также изнаночной петлей 2 лицевые маркер перебрасываем 2 лицевые и кромочная 5 ряд первую кромочную петлю я снимаю далее 2 лицевые 1 маркер далее 2 изнаночные 2 лицевые далее 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за нижние правые стеночки после того как я провязала 2 петли вместе я делаю накид следующие 4 петли нам надо перекрестить наклоном влево для этого первые 2 петли я снимаю на правую спицу не провязывая третью и четвертую петлю провязала лицевой теперь первые 2 петли подхватываю левой спицы и меняю местами с 3 4 петлей и далее эти две петли провязываю лицевыми далее 4 лицевые петли 2 изнаночные маркер 2 лицевые и кромочная 6 ряд первую снимаю петлю 2 лицевые маркер 2 лицевые 12 изнаночных петель накид вяжется также изнаночной петлей за верхнюю длинную стеночку 2 лицевые 2 маркер 2 лицевые и кромочная 7 ряд первую петлю я снимаю 2 лицевые маркер 1 2 изнаночные 4 лицевые следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за нижние правые стеночки далее делаю накид следующие 4 петли мне надо перекрестить наклоном влево первые 2 петли я снимаю не провязывая 3 провязываю лицевой и 4 и теперь первые 2 петли меняю местами с 3 и 4 петли и провязываю 2 эти петли лицевыми далее 2 лицевые петли 2 изнаночные маркер 2 лицевые и кромочная восьмой изнаночный ряд первую петлю я снимаю далее 2 лицевые 1 маркер далее 2 лицевые 12 изнаночных 2 лицевые 2 маркер 2 лицевые и кромочная 9 ряд первую петлю я снимаю далее 2 лицевые 1 маркер перебрасываю далее 2 изнаночные 6 лицевых следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за нижние правые стеночки делаю накид следующие 4 петли мне надо перекрестить наклоном влево 2 петли снимаю не провязывая рабочая ниточка за работой третью и четвертую провязала лицевой 2 первые петли меняю местами с 3 и 4 петлей и эти две петли я провязываю лицевыми далее 2 изнаночные 2 маркер 2 лицевые и кромочная 10 ряд первую петлю я снимаю 2 лицевые маркер 2 лицевые 12 изнаночных изнаночных 2 лицевые маркер 2 лицевые и кромочная 11 ряд первую петлю я снимаю далее 2 лицевые 1 маркер перебрасываю 2 изнаночные 8 лицевых 2 петли вместе за правой и нижней стеночки с наклоном влево далее делаю накид 2 лицевые 2 изнаночные второй маркер 2 лицевые и кромочная 12 ряд первую петлю я снимаю далее 2 лицевые вяжу 1 маркер 2 лицевые 12 изнаночных петель 2 лицевые 2 маркер 2 лицевые и кромочная петля мы с вами провязали 12 рядов нашего узора вот таким вот образом наш узор выглядит далее каждый самостоятельно вяжет 6 рядов второго раппорта получается следующий ряд 13 вяжется так же как мы вязали первый ряд давайте первый ряд мы с вами вместе провяжем далее вы свяжете 5 рядов самостоятельно первую снимаем далее 2 лицевые маркер 2 изнаночные следующие 4 петли нам надо перекрестить наклоном влево 2 петли я снимаю не провязывая третью и четвертую петлю провязываю лицевой 2 первые петли меняю с 3 и 4 петлей и провязываю их так же лицевыми далее 8 лицевых петель 2 изнаночные маркер 2 лицевые и кромочная мы с вами провязали 13 ряд также как мы вязали первый ряд в наши вот кассе далее следующих 5 рядов вы вяжете самостоятельно встретимся в седьмом ряду 2 раппорта я вывязала 6 рядов 2 раппорта вот таким вот образом у меня на данный момент выглядит наше вязание если померить данную заготовку в сантиметрах это примерно получается 11 сантиметров мы уже с вами вывязали далее будем начинать вязать мысок и теперь когда мы вывязали весь подъем и так же как его резиночки отметим кромочные петли с двух сторон петлю я с одной стороны отметила контрастной ниточкой и также с другой стороны если посмотреть на готовом следке мы вывязали с вами вот вот эту часть далее мы будем вывязывать наш мысок и мысок вяжется таким же узором который мы вязали ранее никаких петель мы пока что не прибавляем и не убавляем просто обычным ровным полотном вяжем оставшуюся часть узора получается мы самостоятельно довязываем второй раппорт до конца далее вяжем полностью третий четвертый и пятый раппорт первый раппорт второй третий четвертый и пятый длина нашего мыска когда мы вывяжем 5 полностью раппортов должна закрывать полностью наш мизинец если вам не будет хватать данной длины вы вяжете самостоятельно чтобы длина ваша закрыла полностью ваш мизинец я вывязала всю мою длину мыска и у меня получилось вот таких вот раппортов 12345 мысок вместе с подъемом и того 5 раппортов если померить в сантиметрах длина моей заготовочки 25 с половиной сантиметров ширина моей заготовки если хорошо разровнять примерно десять с половиной сантиметров вы как я повторюсь ориентируетесь не на мои количество полученных сантиметров а примеряете заготовочку вашу на ногу и примерно длина вашего слитка должна получиться вот от широкой самой части нашего подъема ноги до того пока у нас мысок наш не закроет полностью мизинчик это длина вашего мыска после того как вы вывязали ваш мысок и вы уверены что он вам хорошо будет сидеть на ножке мы далее продолжаем вязать платочными дорожками мысок с убавлениями подошву она у нас цель навязанная вывязываем пяточку и делаем обратно подъем и резинку если вы вдруг не угадаете с длиной мыска после того как вы сделаете убавки на пальчики вы вяжете подошву до пяточки здесь уже более реальный примеряете заготовку на ногу и смотрите если вам допустим носочек ваш маловат тогда вы вяжете пару рядов забираете с подъема и просто у вас носочки ваши получится немного покороче если допустим носочек вам большеват и вам все-таки захотелось сделать его по стопе поменьше тогда вы на пару рядов вяжите стопу меньше и пяточку начинаете вязать на пару рядов раньше у меня сейчас на спице 22 петли мы данные петли делим на три части получается мои 22 петли на три части не делятся я по бокам оставляю по 7 петель центральные оставляю 8 петель если количество ваших петель делится на три части тогда делите на три равные части если в остатке у вас остается две петли тогда получается распределяете эти две петли по бокам а в центре получится на одну петлю меньше далее я буду убавлять петли с каждого края пока у меня не останутся на спице мои центральные 8 петель сейчас я отмечу так же как мы отмечали ранее кромочные петли где мы закончили вывязывать наш мысок с одной стороны сразу после той петли которые у нас на спице мы отмечаем вот следующую петлю с другой стороны также одна петля у нас на спице находится и сразу за ней вот вторая петля мы отмечаем маркерами именно вторую петлю я отметила маркерами мои кромочные петли где мы закончили вывязывать наш мысок далее смотрите каким образом мы будем убавлять петли первую петлю я снимаю не провязывая и далее все петли как лицевые так и изнаночные я провязываю лицевыми маркеры по ходу вязания снимаем провязываем ряды не довязывая трех петель до конца ряда у меня на спице осталось три петли я первую вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей за верхнюю правую стеночку последнюю петлю провязываю изнаночный переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем первую петлю я снимаю далее вяжу все петли лицевыми не довязывая до конца ряда 3 петли у меня в конце остается три петли на спице я первую вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки последнюю петлю вяжу изнаночные и так мы убавляем получается в каждом лицевом ряду мы вяжем не довязывая 3 петли до конца ряда первую вторую петлю провязываем вместе одной лицевой петлей последнюю петлю изнаночной также мы вяжем и изнаночные ряды провязываем все петли лицевыми не довязывая 3 петли до конца ряда затем первую вторую петлю провязываю одной лицевой за правые верхние стеночки последнюю петлю провязываю изнаночной так мы вяжем пока у нас не останется центральные мои 8 петель если у вас другое количество петель вяжите до того пока не останется центральная часть петель но вот я убавила мои петли пока у меня на спице не получилось центральных 8 петель получается мы с одной стороны 7 петель убавили и со второй стороны 7 петель убавили получается в сантиметрах три с половиной сантиметра далее нам нужно обратно поднять все петли которые мы с вами убавили как в лицевом так и в изнаночном ряду вяжем все петли лицевыми первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли вяжу лицевыми последняя петля также вяжется лицевой и далее мы поднимаем петли поднимать можно за одну дужку кромочной петли можно за две дужки кромочной петли я буду поднимать за ту дужку петли которая расположена ближе к нашей лицевой стороне я поднимаю дужку кромочной петли дужка которая находится ближе к лицевой стороне то есть наша лицевая дужка петли и провязываю вот одной изнаночной петлей далее переворачиваю наше вязание первую петлю именно вот в мыске когда мы будем поднимать все петли я буду провязывать лицевой не снимать а провязывать лицевой далее вяжу все петли лицевыми последнюю петлю я также вяжу лицевой ищем петлю которую нам нужно поднять не вот это вот которая сразу под спицы идет а следующего и поднимаем дужку которая расположена ближе к лицевой стороне и провязываем одной изнаночной и так далее первую петлю мы провязываем лицевой далее все петли мы вяжем лицевыми далее ищем следующую дужку которую нам нужно поднять у нас вот идет одна вот петелька мы ее не поднимаем дальше вот узелочек и протяжка мы эту всю конструкцию пропускаем и поднимаем вот следующую петлю за переднюю дужку петли 1 изнаночная то есть мы поднимаем вот поочередно вот это будет следующая петля это далее будет идти петля и так далее мы все петли вот эти должны будем поднять переворачиваем вязание первую петлю я провязываю лицевой далее вижу все петли лицевыми и далее вот смотрим идет петля сразу под спицей узелочек и протяжка мы вот поднимаем вот вот эту вот петлю после всей нашей такой вот конструкция петля сразу под спицей узелочек и протяжка поднимаем которая расположена ближе к лицевой стороне провязываем изнаночной если вы вдруг все-таки не поняли какую петлю нам нужно поднять поднимаем все стеночки которые нам нужно будет поднять с одной стороны и также можете поднять с другой стороны и именно вот вот эти вот петли мы с вами поднимаем первую петлю я провязываю лицевой далее вяжу все петли лицевыми далее смотрю вот петля сразу у меня под спицей узелочек и протяжка следующую петлю которую нам нужно поднять это вот вот это лицевая душка находится ближе к лицевой стороне провязываем изнаночной и так вы вяжете далее первую петлю не забываем провязывать лицевой и в каждом ряду вы добавляете по одной петле и так вы вяжете пока у нас не добавятся все наши петли мы начинали вязать было 22 петли и сейчас мы добавляем петли пока у нас на спицы не получится 22 петли вот я добрала на мою спицу 22 петли поднимая в каждом лицевом ряду по одной петле такие вот незаметные шов чеки у нас получаются далее мы с вами должны вывязать нашу подошву вяжем от этих первых маркеров до следующих маркеров получается вот эти вот два маркера нам больше не нужны мы их снимаем и продолжаем вязать до этих маркеров это будет наша подошва при вязании подошвы первую лицевую петлю мы будем постоянно снимать не провязывая и далее вяжем все петли лицевыми не довязывая до конца ряда 2 петли у у меня осталось на спице две петли я эти две петли вижу одной лицевой за верхние правые стеночки далее вот смотрю следующая моя петля по краю я подхватываю дужку которая расположена ближе к лицевой стороне и провязываю одной изнаночной далее переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая до конца 2 петли у меня на спице осталось две петли я эти две петли вижу одной лицевой за правые верхние стеночки далее смотрю по краю какую петлю нам нужно поднять вот у меня петля которую мне нужно поднять она вот здесь вот очень хорошо видно поднимаю дужку которая расположена ближе к лицевой стороне и провязываю 1 изнаночный и далее таким же образом мы поднимаем все петли по краю вижу вот все петли лицевыми не довязывая две петли до конца ряда в самом конце у меня остается две петли я их провязываю 2 вместе 1 лицевой петлей теперь смотрю какую дужку мне нужно поднять вот у меня кромочная наша косичка вот она петля которую мне нужно поднять расположена ближе к лицевой стороне и эту петлю я провязываю 1 изнаночный переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаю далее вяжу все петли лицевыми не довязывая 2 петель до конца ряда у меня остается 2 петли на спице я их провязываю 1 лицевой за верхние правые стеночки далее смотрю какую петлю мне нужно поднять вот у меня идет кромочная косичка вот петля у нас хорошо следующая видно поднимаю дужку которая расположена ближе к лицевой стороне и провязываю 1 изнаночный получается 2 петли вместе мы в каждом ряду вяжем для того чтобы у нас сохранились 22 наших петли так вы должны поднять все кромочные петли как с одной так и со второй стороны до наших маркеров ну вот я вывезла мою подошву до маркеров где мы отмечали начало мыска далее маркера эти два я могу снять уже они нам больше не нужны и далее примеряем нашу заготовочку на ножку на данный момент когда мы вывезли вот эту подошву мы смотрим как наша заготовка сидит на ноге я взяла манекен ножки и одеваем нашу заготовку на манекен растягиваем до такого вида как вы хотите чтоб носочек у вас сидел на ножке и в этом месте вы можете еще последний раз отрегулировать размер вашей ножки нам получается осталось закрыть только пяточку ваша подошва должна быть до щиколотки если в этом месте вы понимаете что носочек вам на ножку малого тогда вы вяжете пару рядов с подъема и пяточку начинаете вязать на пару рядов позже чем надо было вязать тогда ваш носочек получится на ножку просто немного короче чем вы хотели если вы связали мысочек ваш немного длинней и вы понимаете что ваш носочек будет большой нам вашу ножку тогда вы распустите пару рядов и начнете вязать пяточку на пару рядов раньше тогда просто ваш носочек будет немного выше на ножке сидеть по начинаем вывязывать пяточку пятку мы вывязываем таким же образом как мы вязали мысок сначала убавляем петли потом прибавляем первую петлю я снимаю не провязывая и далее все петли я вяжу лицевыми до тех пор пока у меня на спице не останется три петли у меня на спице осталось три петли я первую вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей за верхней правой стеночки последняя кромочная провязывается изнаночной переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю и далее таким же образом я вяжу все петли лицевыми пока у меня в конце ряда не останется 3 петли у меня на спице осталось 3 петли я первую вторую петлю провязываю вместе одной лицевой за правой верхней стеночки последнюю петлю вяжу изнаночной таким образом вы убавляете петли пока на спице не останется 8 петель как в нашем иске получается в каждом ряду вы убавляете по одной петле встретимся когда будет на спице 8 петель ну вот я убавила петли пока у меня на спице не получилось в 8 петель я обратно примеряю наш носочек на ножку и вот в растянутом виде как он должен сидеть на ноге это по сути наша стопа у вас должна вот это вот на данный момент заготовка закрывать полностью вашу стопу далее мы эти петли которые только что убавили сейчас будем их добирать так же как мы делали с вами в маске первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее все петли я вижу лицевыми далее смотрю вот эту петлю сразу я не трогаю а сразу за ней вот смотрите душка идет от кромочной петли дужку мы поднимаем которая находится ближе к лицевой стороне и провязываю ее одной изнаночной переворачиваю вязание далее мы петли кромочные будем провязывать лицевыми это только вот здесь вот когда будем добирать наши петли далее все оставшиеся также вяжем лицевыми и далее смотрю такую петлю мне надо поднять не вот это вот которая сразу находится за спицей а следующую мы поднимаем дужку мы поднимаем которая находится ближе к лицевой стороне и провязываем одной изнаночной переворачиваем вязание первую петлю мы вяжем лицевой далее вяжем все петли оставшиеся также лицевыми у нас уже начала образовываться конструкция как мы делали в маске смотрите сразу под спицы находятся вот петля узелочек и протяжка нам нужно поднять вот вот эту вот дужку петли вот это вот все которое до нашей петли мы пропускаем поднимаем дужку петли и провязываем ее изнаночной мы по сути с вами поднимаем вот каждую петлю вот первая вторая третья и так далее переворачиваем вязание первую петлю провязываю я лицевой далее все петли также я вяжу лицевыми смотрим какую петлю нам здесь нужно поднять идет вот петля сразу под спицей узелочек и протяжка нам надо поднять вот вот эту петлю дужка которая находится ближе к лицевой стороне и провязываю ее изнаночной далее поднимаете петли самостоятельно по краю нашей пяточки до того момента пока у меня на спице не получится мои 22 петли которые мы вязали изначально получается в каждом лицевом ряду мы поднимаем по одной петле с каждого края кромочную первую петлю не забываем провязывать в начале ряда лицевой петлей я подняла все мои петли на спицу и у меня сейчас на спице находится 22 петли мы сейчас два ряда с вами провяжем и поднимем петли чтобы у нас вот здесь вот в уголочке не было дырочек с одной и со второй стороны поднимать будем петлю не самую последнюю а можно вот чуть чуть пониже чтобы наверняка у нас здесь в стыке не было никаких дырочек первую петлю я снимаю не провязывая далее все петли я вяжу лицевыми не довязывая до конца ряда 2 петли самом конце ряда две петли я вяжу вместе одной лицевой петлей и вот здесь вот на стыке где мы поднимаем наши кромочные петли мы подхватываем вот петельку не самую последнюю а чуть-чуть пониже и провязываем эту петлю 1 изнаночный в нашу пяточку добавится 2 ряда переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю далее вяжу все лицевыми не довязывая до конца ряда две петли у нас на спице осталось две петли яйца петли провязываю одной лицевой за верхнюю правые стеночки в этом стыке я поднимаю петельку не самую верхнюю а чуть-чуть пониже и провязываю одной изнаночной теперь нам надо так же как мы вязали вот нашу подошву провязать до первых маркеров до нашей резиночки получается первую петлю мы снимаем постоянно далее вяжем все петли лицевыми не довязывая 2 петель до конца ряда 2 петли у нас осталось на спице я их провязываю 1 лицевой петлей далее смотрю какую мне петлю нужно поднять вот у нас далее по краю идет вот эта петля поднимаю задушку который находится ближе к лицевой стороне и провязываю 1 изнаночной переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю не провязывая и далее я вяжу все петли лицевыми не довязывая до конца ряда 2 петли у меня на спице осталось две петли я их провязываю 2 вместе одной лицевой петлей далее еще петлю которую нам нужно поднять вот она у нас хорошо видно далее петля поднимаю за стенку которая располагается ближе к лицевой нашей стороне и провязываю 1 изнаночной таким образом мы с вами поднимаем все петли с одной и со второй стороны пока мы не поднимемся петли до нашей резиночки я вывязала подъем нашего носочка вот таким вот образом у меня сейчас выглядит мой носочек и мне осталось связать вторую часть резиночки маркеры получается мы можем уже все снять мы довязали до резиночки кончики все прячем по изнаночной стороне самостоятельно первую кромочную петлю я снимаю и далее начинаю вязать 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и так я вяжу не довязывая одну петлю до конца ряда у меня на спице осталась одна петля я ее пока что переснимаю на правую спицу смотрю вот по краю нашей резиночки вот у меня идет следующая петля на хорошо видно которую нам нужно поднять поднимаю стеночку которая находится ближе к лицевой нашей стороне петлю которую мы не провязывали также перебрасываю на эту же спицу и провязываю в каждом лицевом ряду эти две петли 1 изнаночный переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжу по рисунку 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и так я вяжу пока у меня на спице не останется одна петля у меня на спице осталась одна петля я ее переснимаю на правую спицу не провязывая далее смотрю по краю и ищу где наша кромочная петелька вот она у нас хорошо видно поднимая дочку которая находится ближе к лицевой стороне переснимаю петлю которую мы не провязывали и получается в каждом изнаночном ряду я эти две петли вижу одной лицевой петлей за задние правые стеночки получается в каждом лицевом ряду мы провязываем все петли по рисунку не довязывая одну петлю до конца ряда далее поднимаем дужку от кромочной петли который находится ближе к лицевой стороне и вот эти две петли мы провязываем так как это у нас лицевая наша сторона 1 изнаночной петлей далее в изнаночном ряду мы также провязываем все петли по рисунку последнюю петлю мы не провязываем поднимаем дужку от кромочной петли душка которая находится ближе к лицевой стороне и получается мы эти две петли в каждом изнаночном ряду провязываем 1 лицевой мы должны поднять все кромочные петли с двух сторон моей резиночки после того как мы с вами вывязали полностью всю резиночку нам осталось только закрыть петли 1 кромочную петлю я снимаю не провязывая следующую петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую у нас получилась одна петля следующую петлю также я провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю следующую обратно лицевой первую петлю набрасываю на вторую и спускаю только контролируйте натяжение нити чтобы полотно не получилось перетянутым закрываете далее все оставшиеся петли после того как я закрыла все петли вот такая ровненькая косичка у нас получилось обрезаю мою рабочую ниточку далее продеваю в петлю рабочую нить и затягиваю далее аккуратно прячьте кончики по изнаночной стороне самостоятельно после того как мы спрятали с вами все кончики закрыли петли у нас с вами вот такой вот красивый носочек получился смотрится очень красиво и аккуратно вот хорошо у нас сел мысочек наш пяточка хорошо села на ножку очень красивые аккуратные носочки если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока